...снимки последствий разрыва и остатки поражающей начинки. Правозащитники отмечают, что пока неизвестно, привелили налеты к гибели мирных жителей. В Йемене правительственные силы при поддержке коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией ведут борьбу против мятежников-хуситов и их союзников, которые сохранили верность бывшему президенту Али Абдалес-Алеху. О погоде в Москве этой ночью 15-17 градусов мороза, завтра днем до минус 13, переменная облачность, небольшой снег. Оксана Пашина, Служба информации, Эхо Москвы. В эфире вам рассказывают не все. Изображаем из себя сверхдержаву, а за 15 лет так и не смогли навести порядок в собственном доме. Илья Яшин подводит итоги на нашем сайте. Все блоги читайте на нашем сайте. Я сюда тоже. Мск.рус. В этот четверг после 19 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит журналист Архан Джемаль. Эфир ведет Ирина Воробьева. «Особое мнение» в четверг после 7 вечера. «Мягкой посадки вашим батарейкам». «Эхо Москвы в эфире. Круглосуточная». «Реклама». «Какой именно поставить генератор в коттедж или на дачу?» Ну, пришли. «От какая-то, ближайка». «Особенно не ты, милый процесс в России». Тут должен быть чай. Да, чай есть. Чай есть. Все. Максим, сейчас сделайте в перерыве еще один чай Архан, ладно? Хорошо. Чтобы надо было... Спасибо. Слушай, я, наверное, должен... Телефон, да, да. Выключил. Эфир! А! Тебя слышно? Мой микрофон? Архан, Архан, поближе. Микрофон подвиг себе, пожалуйста. Да, меня слышно. Все, мы подлинули. Не, наверное, не работает. Здорово, все. Да? Хорошо. Может, тебе поставить в мазаряк пока мы в эфире? Нет, это такой телефон. Да, ну ладно, ну как? Там есть еще один. Здесь на паблик «Эфо Москвы» с гал... ...сообщество наше. Ой, хороший какой. Прям отличный. То, что нужно. Ну все, хорошо. Радио «Эфо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением здесь в студии радиостанция «Эфо Москвы» журналист Архан Джамаль. Архан, добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы сразу начать с истории всяких разных, теперь уже разных историй. В европейских городах началось все с Кёльна, где в новогоднюю ночь были нападения на женщин. А сейчас еще два европейских города об этом сообщают. Например, австрийский Зальцбург. Там тоже многочисленные заявления от жертв поступают в правоохранительные органы. Что это было вообще? Это спланированная... Для меня это немножко загадочная история. Чисто профессиональному журналисту, мне стало интересно, что же там было. Потому что я, читая сегодня целый день новости, я считаю, что вот некие нападения... Ну нападения же разные бывают. Нападения бывают, вот ограбили, бывают покалечили, бывают изнасиловали. А вот некие вообще нападения, на этом фоне очень странное заявление мэра Кёльна, что девочки, будьте скромнее сами. Потом вот интересное заявление, что там собралось до тысячи североафриканцев, а разве без сговора может собраться до тысячи? В общем, я не очень понял, честно говоря, что там произошло. То ли это элемент харассмента какого-то там, да? Ну масса нет. Уличного приставания. Ну вот как-то непонятно, что же там все-таки в действительности было. Ну я не знаю, ну может быть и было харассмент. Ну вот представьте себе, люди понаехали из Ирака откуда-нибудь там. А здесь оргия новогодняя, языческая. Вот как им рассказывали в древних легендах, вот оно. Посмотрите, что творится-то там, да? Ну может быть они попались вот в этот вот ворот. Ну просто есть ощущение, что это такая действительно спланированная история, потому что, ну во-первых, раньше такого не было, ну чтобы вот многочислено, так... Ну я не слышал про спланированное, а вот я слышал, что было финанское, а вот и у нас тоже, ну мы предотвратили. Ну как-то вот, в общем, непонятная мутная история, честно говоря, там, да? И неясно в конце сказать, что же там все-таки произошло-то там, что училось. Ну хорошо, тем, что, ну у нас из фактов есть, что у нас есть заявление от жертв, у нас есть женщины, которые... А заявление что с ними сделали-то? Ну а там ручьи разные, там есть и приставания, там есть грабежи, там есть два изнасилования в Кёльне. Да? То есть там есть реальный набор фактов? Вот они, все заявления лежат в полиции. Просто кошмар. Массово. Но на... На самом деле, если давать себе себя, ну вот есть факты такие, и многие говорят о том, что это как раз делали люди, которые, которых все называют мигрантами. И обычной раз... Не знаю, каково оно там, но я житель Москвы, я помню вот войны с мигрантской преступностью, они вот были такие рефреном, вот параллельно мне. Мы шли, я их остро замечал, поскольку вот я вот как бы не... А вот аутентичный такой вот человек здесь, да? Не славянин, так сказать. Имя там, да, вот, ну как бы не вписываясь в ландшафт, это все как бы ближе ко мне было. И я помню вот эти вот бесконечные войны с мигрантской преступностью. Ну, надо сказать, что вот мигранты гады, они нам не нравятся как таковые, там, да? Ну да, проблемное поле, а что такого? Там, да? К концу, мы же сами его здесь сознаем. Ну, вот давайте, как бы, о преступности, вот то, что нужно бороться. Ну, это для меня вот это вот знакомо. А как там в действительности в Кёльне, бог его знает, я же там не был. А тут у нас спрашивают с вами, как считаете, может быть, это вообще выдумка журналистов, уже постфактум, потом? Они же не сразу отреагировали. Честно говоря, Кёльня, это, по-моему, большой европейский город. Если там в одну ночь произошло два изнасилования, несколько грабежей, да? В общем, я так представлю, сводку по Москве, там, да, даже такой вот советской, ещё в Москве, на за ночь, в праздничную ночь произошло. Ну, и дальше тебя там перечислят одно количество, ну, может быть, там на СМИ... Это в одном месте произошло. Всё в одном месте. Ну, в большом мегаполисе, в большом европейском мегаполисе. На одной площади? На одной площади. Вот как? Вы мне понравились. Да, я в чём-то не права, это не на одной площади произошло. А там, да, там ещё на вокзале было, да, около вокзала и на площади. Нет, но... Но всё равно это, всё равно произошло в одном практически там... То есть это что, просто под открытым небом и здесь насилование произошли? Вот, уж не знаю, где их насиловали. Это я не читала протоколы. Это просто, знаете, какой-то триллер, это такое, знаете, как залечь на дно в брюге. Хорошо. Если вернётся к России... Под таким вот снегопадом, снежком на старинной площади Кёльна. Нет, не будем продолжать, этот сценарий напишем нехорошего в фильме сейчас. Хорошо, в Россию вернёмся. Вот есть такая организация... Это Сова, наверняка знаете. Знаю, конечно, да. Они сказали, что в 15-м году... Ну, это не точная цифра, но тем не менее. В 15-м году в разы снизились цифры по нападениям, по жертвам от нападений национальностей. А там есть разы снизились по сравнению с 14-м годом. Несколько раз. Там есть разные причины, которые называют... Ну, называют, ну, там, две, скажем так. Первое, это то, что многие радикальные националисты уехали на Украину воевать. И второе, это то, что государство так или иначе отвернулось от этих организаций и, наоборот, подвергает их проверкам, нападкам. Ну, я думаю, что, на самом деле, точно так же, как и исламским государством, что вот возникновение этого субъекта, политического субъекта, на Ближнем Востоке высасывало все ресурсы радикальные из Кавказа, точно так же и Донбасс же высасывал эти ресурсы из России. И в России же тоже есть свой радикальный элемент, который достаточно сложен политически, он не всегда является исламским. То есть, так же и Донецк высасывал. Это начинает структурировать, это пространство. Оно начинает развиваться уже не по линии хаоса, а уже по линии частных военных компаний. И вот мы уже обсуждаем формально несуществующую ЧВК Вагнера, о котором мы знаем на Украине, сейчас в Сирии. У нас как бы новый субъект из рождается. Как-то вот это радует... Не радует, это процесс. Я просто вижу какое-то такое... Это интересно. Это интересно. То есть, все-таки Украина, это такая вот именно война на Украине, это фактор, который действительно... Это грань, это рубеж, который перееден. Это моральный, как бы, Рубикон, который перешагнули. Мы как бы перешагнули через себя, как через советского человека. Ну, этот рубикон, который прошли все, или кто-то просто не заметил вообще? Ну, война, ну, на Украине. Ну, Украина была братской, а сейчас врагами стали. Ну, что значит, вот если как бы есть люди, которые остро переживают политическую реальность этого пространства, я считаю себя человеком, который остро переживает всю политику, которая происходит вокруг него. Для меня это вот рубеж, когда, в принципе, страна перешагнула, то, что мы, в принципе, страна бывших советских людей. Все, мы больше, как бы, все. Все, мы не бывшие советские. Мы не бывшие советские люди, вот хохлы нам враги. Такое может быть. Во-первых, это плохое слово, которое мне не нравится в эфире, слово хохлы, неправильное слово. Я говорю без всякой вражды, там, да. Это абсолютно народное слово, там, да. Вот я прожил там значительную часть жизни, когда я формировался, там, да, вот как личность, там, да. Хохлы были наши братья ближе некуда, там, да. А теперь хохлы нам враги. Буквально через несколько минут мы продолжим. У нас сейчас небольшой перерыв. Очень много вопросов сыпется и про поводу Кёльна, и по поводу националистов. Сейчас буду задавать их обязательно. Я напомню, что в эфире Арханжемаль, журналист. А ваши вопросы вы можете пересылать на номер плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять, или аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. Продолжен через несколько минут. Когда завтрак уже кончился, нет ничего такого страшного. Ну вот, слушайте. Я намеренно не желаю быть политкорректным. Послушайте, я все прекрасно понимаю. Просто для меня вот так, для вас вот так. Я намеренно не желаю быть политкорректным. Здесь два человека в студии. Один вот так говорит, другой говорит так. Это нормально. А то, знаете ли, получается, слово есть? Много слов есть. Много слов есть. Мы сейчас идем в империи, как будто вы Краамзиновцы, а я вот Арзамасец стал. То есть начнем спорить о языке. Ну, не знаю. А вот кто знает, тот и расскажет. В гостях у Нарьи Сосадовой и Егора Буковского. В передаче «Наука в фокусе». Интересная реакция на твой появление в эфире. Первый раз такое. А это, наверное, кстати... А, кстати, кому пришла я в голову сегодня позвать? Ну, ты имеешь в виду в Рождество? В Рождество, да. Какая разница? Ну, так. Для меня нет. А, так. На самом деле. Нет, для меня тоже. Я просто представляю вот реакцию. Нет, нет, нет. Реакция вообще не такая, не про это совсем. У нас люди, вы слышите, они не про другое. Нет, они просто... Как-то внезапно стали тебя не любить. Что ты такого сказал-то? Да нет, знаешь, что вы сказали? Для меня эти люди загадка там, да? Я не знаю этих людей. Они меня любят, не любят. В связи-то нету. В нашей студии академик РАН, профессор, директор института научной информации по общественным наукам... Я не понимаю, что произошло. Ну, окей. Отлично. Нет, ну, в этом смысле... Очень разные люди, они по-разному все реагируют. Просто я заметила какую-то реакцию, такую непонятную. Видимо, что-то... Инициатив Алексея Кудрина. В рамках проекта «Открытая библиотека». Не пропустите. Что касается Рождества, ну, ну, ладно, слушай. Знаешь, я вчера, вот, я рассказывала... Ну, согласитесь, это все очень странно выглядит. Какие-то бесконечные намеки на нападение. Вот, нападение. Что за нападение? Изнасилование на открытой площади? Я так понимаю, что да. Это, ну, это что это? Значит, там... Тахрир какой-то был? Я не понимаю. Вот я, по-честному... То есть, говорит, значит, одна из потерпевших написала заявление, сказала, что на нее напала группа из десяти, ну, восемь-десять человек. Потом из нее отобрали телефон, и куча-куча женщин пишут о сексуальном домогательстве. То есть, это не в смысле там именно ограбления, а речь идет именно... Ну, сексуальные домогательства тоже разные бывают там, да? И в следующее сказали, и по попке хлопнули. Ну, я думаю, что европейцы как-то иногда преувеличены к этому относятся, но, тем не менее, хватать и... Ну, ладно, сейчас продолжим. Ну, понятно. Продолжается программа «Особое мнение». Ирина Воробьева, Арханджемаль, и вы пишете очень много сейчас сюда сообщений. Я бы хотела вернуться к истории в Кёльне, но не в том смысле, в котором спрашивают наши слушатели. Часто очень, когда речь идет о мигрантах, мигрантах в Европе, и о каких-то преступлениях, очень употребляют слово «исламисты», «ислам», да, «мусульмане». Вот я знаю некоторых людей, которые с упорством просто постоянным пишут тексты и каждый раз напоминают, что люди, которые употребляют алкоголь, пристают к женщинам, никакого отношения к мусульманам не имеют. Это правильно мы понимаем или нет? Ну, скажем так, это не исламское поведение, вне всякого сомнения. Это очень странно. Тем не менее, я придерживаюсь той точки зрения, что, конечно же, мы не можем такого человека отвергать. Общины говорят, что он не мусульман, нам не брат. Нет, брат просто согрешивший. Но вот по, ну, как сказать, ортодоксальной мусульмане... Ну, да, это грех, это абсолютно неправильное поведение. В принципе, в шарианском государстве такое поведение уголовно наказуемое. Уголовно наказуемое? Да, да, да. Алкоголь и вот... Ну, распитие, публичное распитие спиртных напитков, где-то там харассмент. Я помню, как казаха, который потрогал так вот полицейскую за руку, по-моему, то ли в Эмиратах, то ли в Саудии, там, да, в итоге он сел, его долго выцарапывало саудовское, то есть казахское посольство, там, за... Вот так потрогал за руку полицейскую, когда она там что-то нотацию читала, да, ну, девушка, девушка, да, все хорошо. Там бедолага правил. То есть такие край... Мы же говорим, это там плохо, а здесь это нормально. Нет, это мусульманам предсудить навести так себя в любом месте, даже на территориях, которые ему не принадлежат, где он чужак, он тоже не должен так вести. Спрашивают про реакцию властей Германии в ответ на то, что произошло в Кельне. Какова она должна быть в нормальном смысле? Что должны сделать власти Германии? Ну, сначала нужно разобраться, нужно выяснить, там, да, вот мне очень смутно понятно, что там произошло из той картинки, там, да, картинка выглядит просто как вот такой вот Гайричевский, там, сценарий, там, да. Нужно, во-первых, разобраться, кто, что, кого, там, да, значит, если, да, определенным образом поданная статистика, там, да, то есть всяких чрезвычайных происшествий на обычном людском сборище, где в том числе мог быть и... какой-то инороческий элемент, там, да, то есть это, ну, тогда это чисто такая журнальная провокация, там, да. Если действительно произошло что-то экстраординарное, то нужно, ну, вычислить тех, кто это сделал. А какого ответа от меня ждете? Не-не-не, я как раз спрашиваю, какая, ну, закрыть приток беженцев в Германии? Да, у них есть такое право, у них есть такое право. Вернемся в Россию, про новогодние праздники хотелось спросить, если я ничего не путаю, 31 декабря ты провел в терминале Дэв Шереметьево в ОВД. Да. Там была какая-то очень интересная история, я прошу тебя ее рассказать. Это такой финал истории, которой я занимался много лет, как журналист-расследователь. Это история о взрыве на Бугульминском газопроводе низкого давления. Был такой вот, как бы, теракт, вернее, сначала это приняли не за теракт, а за ЧП, но потом переквалифицировали в теракт. Потом, по этому делу, была задержана группа татарских активистов, которые до этого отметились сбором посылок для заключенных мусульман в тюрьме. Значит, и эту группу задержали, ее, как бы, мучили, там, да, значит, этих людей. Представили на суд, и суд единогласно их, этих людей, оправдал. Там, да, все присяжные, тогда еще был суд присяжный, сказал, нет, это не те люди, там, да, это ерунда, там, да. А те люди, которые показывали против них во время следствия, они перед присяжными рассказали, ну, а я не мог по-другому, меня вот били, меня заставили, так. Их оправдал. Они вышли на свободу, в эйфории, смотрите, это страна, где торжествует закон. Через какое-то время прокуратура переиграла, значит, это решение, значит, по каким-то формальным хозяйствам. Был новый суд с новым составом присяжных, и все присяжные единогласные. Нет, это те самые, это вот те самые виновные, и они были закрыты. Он был в Верховном институте мастеративным по трети каждому, то есть по максимуму, что можно было сделать. И вот они, последний из них освобождался туда. При этом интересно, что два из трех этих вот людей, они были в прошлом заключенные Гуантанамо, их оправдали там, их везде оправдали, вот они как бы вышли, и вот тут вот произошла с ними, это такая очень российская история. Они уже освободились, я каждого из них навещал, значит, это мои герои, там, да, наша жизнь уже, получается, связана. Я всех их навещал по освобождению. Вот один из последних людей освобождался, встречал его в Шереметьево. 31 декабря. 31 декабря, я так отметил. А что случилось с ОВД, почему ОВД? А его на выходе сразу задержали здесь наши полицейские. Ну, это был достаточно короткий, достаточно формальный разговор, суть которого сводилась ты, как бы, нежелательный элемент, долго здесь не задерживайся. Нормально. Вот и все, просто вот сказали и отпустили. Да, сказали и отпустили, а дальше у него, как бы, билет, он дальше едет там к себе домой. Вот интересно, эти истории давнишние, которые произошли, и люди, которые... А они все находятся под таким надзором, они же все получают, как при Сталине, еще парагам, да, то есть, такой-то срок и столько-то парагам. Они все получают там по три года парагам, это значит, что они должны жить вот на одном месте, значит, после 11 они должны уже быть дома, там, да, в ночное время суток дома не будет, с утра там отмечаться у полиции, и когда один из них, значит, опоздал к 11-часовому сроку ввиду поломанной машины, он получил 15 суток. Прелесть какая. За нарушение чего? Он наказал к 11-часовой... Но официально они же не под каким-нибудь... Нет, это совершенно официально, уверяю вас, вы просто не заметили, как вот эти вот эйфорические, вторую полость полностью теперь дают срок, а после него тебе еще назначают поражение в правах. И просто именно... И они живут в режиме, как будто, нет, там, на несколько лет? А, на несколько лет. На несколько лет, да. Отдельно суд решает, на сколько вот лет парагам дать. С другой стороны, если абстрагироваться от конкретно этих людей, но может быть это правильно, когда люди выходят после таких статей на свободу, за ним как-то следить, как-то посматривать? Правильно, с чьей точки зрения? С точки зрения безопасности государства. Ну, вы знаете, я как бы всегда смотрю с разных точек зрения. Вот эти люди научили меня смотреть все это со своей точки зрения. Журналист, ведь, так он тем и занимается, что он изучает чужие точки зрения. Вот эти люди научили меня смотреть. Вот их... Людей с разными судьбами. Один из них, вот последний, кто освобождался, никакого отношения не имел к Гонтанамо, там, да. Это был абсолютный рафинированный татарский интеллигент. Такой вот классический. И поскольку два-то остальных битые, там, да, прошли лагеря, то, сё, пятая, десятая, они, когда их стали давить, они поняли, чем сейчас всё дело закончится, они сказали, что, ну, всё, мы грузимся, вот эти не участвовали, я всё это сделал, да, всё, закройте вопрос. И второй точно так же. А этот интеллигент татарский, абсолютно русской головой, там, Достоевского персонаж, там, да, он до последнего стоял, так и не сознался, калекой остался после этих допросов, там, да. Потрясающая судьба, там, да, провёл, там, страшно на Камчатке отсидел, там, да, его там не выпускали из карцеров, там, да, там, калекой, там, полуслеповозвращающейся, там, да. Это был абсолютно татарский интеллигент, абсолютный, там, да, который вообще как подвижник собирал вот эти вот, там, ребята-то за религиозное сидят, их нужно как-то поддержать, термит, там, плохо. Вот, собственно, за это, из-за этого всего родилось. В этом состоял конфликт с тогдашней элитой борьбы с терроризмом, экстремизмом тогда. Все имена, я помню, всё, зато не забыть, не что не забыть. Продолжим эфир ещё через несколько минут. Интересная очень история, рассказывает сегодня в эфире в Москве журналист Архан Джамаль и продолжит это делать после перерыва. Интересно, надо почитать будет. 19.30 в столицу, краткие новости. На ихе в студии Оксана Пашина, здравствуйте. Чеченцы, работавшие в сети ресторанов с бара, обратились к главе республики Рамзан Академов с просьбой восстановить справедливость в отношении сотрудников компании, которым не платят зарплату. Об этом сообщает телеканал «Дочь», ссылаясь на письмо, поступившее в редакцию. Ранее сообщалось, что сотрудники сети с бара проводят забастовку, затем они объявили голодовку до тех пор, пока компания не выплатит все долги по зарплате. Некоторые сотрудники не получали зарплату в течение шести месяцев. Мэр немецкого города Кёльн, Генрия Терекки, развенел из-за своей советы, которые были призваны помочь женщинам избежать сексуального насилия. Я хотела бы, чтобы в будущем мы не устанавливали правила поведения для женщин, полиции и силы безопасности должны гарантировать... Нас слышат вообще? Да, у нас идет трансляция в интернете. У меня был просто такой случай, когда один следак, который мне подсвечивал некоторые резонансные дела в Москве, мне очень так зло рассказывает о своем дежурстве на земле. Рассказывает, что пришла женщина писать заяву по износу. Рассказывает обстоятельства. Шла по микрорайону, вижу группу, распивающую пиво около подъезда. Решила, что там есть знакомые. Подошла. Знакомых не обнаружила. Тем не менее, осталось распивать с ними пиво. В процессе этого дела поднялась с одним из них под предлогом холодно в квартиру. Произошло как бы искомое действие. Спустилась, продолжила распивать пиво. Под тем же предлогом поднялась со вторым. Произошло то же самое. Собращалась, что поздно собралась домой. Уж была ушла, но потом решила, что совсем поздно. Нужно вернуться, взять у них денег на такси. Взяла денег на такси. Приехала домой, проснулась и решила написать заяву на них. Я только что запрашивала по этому поводу. По поводу поведения. Это не явный, но следак пришел, мне так злобно рассказал историю. Это какие-то совсем истории с мозгом никак не соединяющиеся, конечно. Нет, я всегда против того, что... А вот они работают с этим. Да, да, там, ой, в этом смысле у них очень много всего. И у полиции, и у следаков каждый раз, когда я это слушаю... Мы так брезгливо-брезгливо, а они вот, как бы, голыми руками будут за все это просмотр. Я, например, всегда против вот этих рассуждений о том, что женщина сама провоцирует на изнасилование. Ну, если мы берем вот этот случай, о котором ты рассказал, да, Ну, одно дело, если бы, ну, условно говоря, да, она первый раз поднялась, там ее изнасиловали, она в ужасе там сбежала и написала заявление. Я тут, да, она права абсолютно. Нет, на самом деле, следака зависит за, значит, волной в этот момент абсолютно другие. У него совершенно другие переживания. Он говорит, что так, если бы она была малолетка, я бы скинул бы это в межрегиональную прокуратуру. Ну, да, как жалко, что вот она не малолетка. Придется этим заниматься самому. Ну, придется заниматься. То, что он думает. Женщины и прогнозы. В нашей студии присутствует Дмитрий Быков. Дилетанты в четверг после девяти вечера. Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру В ночь четверга на пятницу после двух часов ночи В программе Николая Тамразова бабник, певица Нина Дилон. Бабник в ночь четверга на пятницу после двух часов ночи. Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт Эхо Москвы. Запоминайте адрес m.echo.msk.ru На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, Эхо Москвы всегда с вами. А вы всегда с нами. m.echo.msk.ru Заходите и оставайтесь. Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Я бы хотела спросить про сегодняшнее заявление патриарха Кирилла, который считает террористов религиозными фанатиками. Говорил он о том, что он их считает террористов религиозными фанатиками и безбожниками. Имеется в виду тех, кого Кирилл говорит, что они устраивают гонения на христиан. И считает, что, сейчас цитата будет, когда мы говорим о так называемом религиозном фанатизме, экстремизме и терроризме, мы говорим о явлении, связанном с отказом человека быть верующим и находиться в союзе с Богом. И то он говорит о людях, которые считают христиан неверными и так далее, и так далее. Просто прошу прокомментировать заявление патриарха Кирилла. Ну, во-первых, я говорю, что я мусульманин, я даже не принадлежу к этой конфессии, которую возглавляет патриарх Кирилл. Поэтому мне не с руки так милова, это внутреннее христианское дело. Единственное, что, в принципе, я вспоминаю, что, когда мы смотрим на те события, которые непосредственно последовали после того, что вот сейчас христиане отмечают в качестве Рождества, мы не будем, что они произвольно привязали это к 25 декабря непроизвольно. Ну, вот произошли некие события. И на протяжении всех этих событий, значит, все вот это человеческое пространство, которое формировалось вокруг Хазрата Исы, как мы говорим, вокруг того человека, которого был Иисус Христос, его, собственно, и называли террористами, безбожниками, негодяями. И, в принципе-то, противостояли те люди-то, они же думали про себя не как о христианах, они же думали, что мы иудеи, и противостояли. Такой вот корпоративной институции, которую там в ваших книгах называют фарисеи и саддукеи. Ну, по крайней мере, вам говорят... Это нашим с ним делом. Очень просят спросить про Саудовскую Аравию и про все эти противостояния, но вот сегодня власти Тегерана обвинили Саудовскую Аравию в нанесении авиаударов по иранскому посольству в Йемене. Из чего вот это все выросло, мы знаем, но... Да? Может, вы мне еще и расскажете? Вот так всегда начинается. Нет, имеется в виду, фактически из того, из чего это выросло, да, и из чего это началось, мы про казнь сейчас говорим, хотя многие говорят о том, что не было бы казни, было бы что-нибудь другое, что это слишком давно все росло. Правильно ли я понимаю, что это... Ну, это совершенно очевидно. Сначала у нас намечается третий блок в сирийской ситуации, усиляется коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. То есть, фактически заявление, что вот тут есть некий конгломерат, который находится не в Кельваторе, Россия, Иран, Кельваторе, Штаты и так далее. Фактически, может, не всегда и замечали, значит, между Тегераном и Эр-Риадом, да, то есть, вот наличие вот этих вот третьих блоков, связанных своими обязательствами, своими интересами, это, знаете, такая вот характерная примета мировых войн. Значит, это вот, все это напоминает какую-то ситуацию начала XX века, только там были Балканы, да, а здесь вот Ближневосточная Шама, территория Шама. То есть, к чему это может привести? И шапочкой ко всему этому еще, такой вот история с взрывом водородным. Да, про это тоже прошу спросить, конечно, отдельно. То есть, война будет такая, самая настоящая, ну, вот, в конце концов, если мы имеем большие наполеоновские войны. Пик искусства того времени, ну, ничего нового, там, да, все было и до того. Первая мировая война, это, собственно, война пулеметов, вот их освоили, война пулеметов, там, да. Следующая, это война, и, как бы, что... Ну, ведь происходят же сейчас другие войны, локальные конфликты военные, тоже по тем же самым причинам. Почему здесь стоит ожидать? Да, вот, на самом деле все, мы так вот по-обывательски хотим, чтобы все обошлось, чтобы сейчас был не 14-й год, там, да, а что бы сейчас был, допустим, 1854-й, и просто Николай I немножко, вот, не по делу зарубился с Турцией, и сейчас нам быстренько наложат по заднице, как следует, с горя государь-император хлебнет чего-то ядовитого, или, по-моему, дадут чего-то ядовитого, и, наконец, придет Александр II и со своими реформами крестьян освободится, там, да. Все мы этого хотели бы, да, из такого вот сочувствия к обывателю, но, боюсь, все-таки как-то вот станцуются в другую сторону. Станцуются в другую сторону. За кем наблюдать в данной ситуации более внимательно, чтобы понять, что происходит? За Узгаравию, за США, за Россию, за кем? Кто здесь? Ну, вот, смотрите, на одном театре военных действий, фактически, там, да, столкнулись интересы трех коалиций, при этом мы видим, очевидно, что даже вот у тех, кто там, вот, внизу, даже вот не по объектам, с которыми все, там, играются, там, да, есть разночтение, А так, между собой, то есть, Россия, то есть, враждует с Турцией, то есть, это коалиция номер один и номер два. А вот сейчас вот коалиция номер три, значит, фактически обозначила себе врага в коалиции номер два, то есть, нашего партнера, там, да. То есть, наша коалиция начинает растаскиваться, там, ну, то есть, Иран, там, да, утягивается в такое понятное сунницко-шиитское противостояние, там, да, и зоны влияния. Там, мы, как бы, так, растаскиваемся на турецкую проблему, возникают дополнительные-дополнительные конфликты. Интересно, пистолет Гаврила Принцип уже прозвучал, мы просто не заметили этого звоночек. Это все уже идет или все-таки еще будет такая отмашка? Какие-то кровавые шахматы просто, в буквальном смысле, с гамбитами, не менее кровавыми. Ну, хорошо, ладно, будем наблюдать. Что касается водородной бомбы и исторической НДР, страшненько или просто политический шантаж? Вы знаете, я вчера встречался с своим коллегой, он мне в международном агентстве, значит, работает, зачитывал мне перевод, официальный корейский перевод по поводу, значит, заявления по поводу того, сделанного. Ну, взрыв очень смешной, конечно, язык, такой очень неуклюжий, но я ему в какой-то момент говорю, а что ты ржешь? У нас уже почти такие же, скоро вообще такие будем писать. Ну, ну и чего там, а чем вам не нравится Северная Корея? А чем вам Северная Корея плохая? Мне Северная Корея? Ну да, вот почему вам должно быть страшно? Я там никогда не была, я знаю, что мы туда экспортируем сено. Вот вы жили в Советском Союзе, тоже ядерная держава, постоянно взрывал, там на Шпицбергене, один раз так взрывал, что чуть земная кора не треснула. Его, ну, чего вас бояться-то? То есть бояться не следует? Это такая, тоже такие кровавые шахматы? Нет, ну, боялись, некоторые боялись. Говорят, в Америке где-то такие реднеки откапывали в огороде такой бетонированный дот. Может, оно и правильно сейчас-то? Слишком много людей с кнопочками? Ну, не знаю, правильно, неправильно. Видимо, такие сомнения, правильно, неправильно, порождает ватность. Вы знаете, вот выкопать у себя в огороде, будучи таким реднеком, значит, подвал на случай атомной бомбардировки, это вот квинтэссенция американской ваты. Мне опять не нравятся слова, которые используются в эфире, но я просто об этом заявляю, что мне не нравятся слова ватные и вата, и хохот. А у вас что, сонок такая, что ли? Нет, мне просто не нравятся, мне, Ирине Воробьеву, не нравятся такие слова, которые произносились в эфире. Я же смотрю, а с многими уже не нравятся. Ну, вот я не люблю такие слова, которые так произносятся, но это дело, собственно, гостя. Еще просят очень наши слушатели узнать мнение по расследованию дела об убийстве Бориса Немцова и того, что Следственный комитет объявил уже о том, что там есть заказчик. Заказчик, он же исполнитель. Организатор. Он же организатор, да. Насколько это правдоподобно? Ну, вы же, наверное, вопросы, потому что связано с тем, что это не очень правдоподобно. То есть, совершенно понятно, что на этом просто человеке обрезали цепочку. Скорее всего, в этой цепочке дальше следует тот, чьим шофером он был. То есть, потому что шофер очень часто бывает просто порученец по каким-то вопросам, особенно у кавказских чиновников. Дальше следует, чьим шофером он был. А дальше нужно рассматривать связи вот того, чьим шофером он был. На мой взгляд. Ну, я же журналист, я же не следователь. Ну, если мы говорим как журналисты, сразу вспоминается дело об убийстве Анны Политковской, где на скамье подсудимых сидели так называемые исполнители, так называемые организаторы. Организатор один. И все, на этом уголовном деле, собственно, все и завершилось. И все, и дальше все как-то подзабыли уже, что заказчиков преступления не нашли. Ну, как-то там все это сводили к Ломали Гайтукаеву, по-моему, в какой-то момент. Который в какой-то момент был свидетелем в суде, но потом в результате... По-моему, он и так имел пожизненное. Да. Или он... Он, его приводили в наручниках в суд. Да. Значит, ну, да. Ну, по крайней мере, даже если эта схема и соответствует действительности, то за Гайтукаевым тоже должен быть кто-то. Не могло же просто так вот старичку в тюрьме разбредить в голову. А дай-ка я убью Политковского. Я просто спрашиваю о том, насколько, считаешь, вероятно услышать какие-то еще имена, кроме тех имен, которые следствие сейчас назвало в деле Немцова. Официально все обрезали. Все. Больше никаких имен мы, наверное, не услышали. Нет. Ну, может быть, там мелькнет такая деталька, как неустановленное лицо. Они уже есть, эти неустановленные лица в новом деле. Так, теоретически можно допускать, что когда-нибудь, по вновь открывшимся обстоятельствам, начнут говорить о том, кто же эти неустановленные лица. Такое тоже может быть, но на сегодняшний день мы видим, что решение принято обрезать вот на этом. Там, видимо, в какой-то момент хотели обрезать и на более ранней стадии. То есть была, по-моему, во время такая идея, что сам исполнитель досмотрелся, а потом вот все такое сотворил. Как-то не весело все у нас получается, но это такой у нас сегодня эфир получился с журналистом Арханом Джамалем. Спасибо большое, что пришли сегодня в студию и были в программе «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. До встречи. До свидания. Так, хорошо. Я говорю, я говорю. Не единицы, а машины проезжают, хотя они покупали хорошие вещи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова